Девушки отдыхают 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 И потом это такие заражения Если и вправду внутренности бывают суть То они не о крови думают, наверное Внутро омываемое, тот умывальник, его быт Себя не интересует, как надоедливо Такой еще не вне Как внутри ранимого, как будто Это еще снаружи сквозное Все словно Вот-вот прорастет бутон или смежный ножик А лучше нож Удалимые печали До сих пор треугольник с войны Мертвое море вошло Горячишное семя Среднего рода голод Чай неутоленный Христос это подвижное вещество Иначе, как иначе Из саженца скамейка подросла уже Лаборатория Окрашено Обручи их Торги за царапину оцаревают в прямоте Как ворох прямоты умеет шелестеть Тогда непромокаемая полость снутра Пойдет свой брезентовый дождевик Резервуар кросс смотрящий вверх Бинтом ударит себе дна Красных шашечек поклеп Рачительное хозяйство Руки ваши чешутся в пыльце Хотят черемуху по часу подрубать Пусть подчуть Высоким видом себя Ветви ее я спрячу в плечах Листья в горле год пролежат До всего вызревая меня Шевеляя синеглазки Погреба за крыма Все под небом шумит шевель Наш забывчивый терпкий язык Ягоды здесь Еще пахнут чужими губами Кустарник Когда в детстве Виноделы или землекопы Ели песок Известь мел Они ни о чем не подозревали Это не из подозрения они ели Никак они рыли Им было весело есть землю Да и сейчас они зовутся между По слухам Земли дели е Но Если цыпки у комка земли Они какие Сыпняк у земли Может подрасти еще Как исходный Мотив В его зазоре риска Кустарник способ Подорожник Рябины черноплодки Дочерний черенок и ко Когда они сидят в земле Когда они сидят в землянке И едят те ягоды Зубы у них уже другие Ягоды и глаза Как рот Кто-то это пустил Первый и умер Слава Богу Закрылся Его рот Один На самом деле Косцы затопили Земли Саненького Сложа косы В голом поле Там оно и ушло Из-под ног Услышав крики Я спас Тонущев Рассадив В каюте По местам Затем Они сели На грудь Плечи Живот За своими Голыми руками Увы Как и они Казались Безоружны Два Узнав владельца Пустоши Мы решили Задушить его За подозрение К нам Бедным Утонувшим Косцам Три Они сожгли Меня Воткнув Косы В почву Никто Кроме них Не видел Криков Запаха Дыма Они Лунули Все Здесь Повсюду Власть Их власть Была Ненасытна К Сад Августа Август Поперек Горловин Свитер И главное Полынь Разве руки Растер Три стебля Как только мог Ничего со мною Не будет Только веки И пожалуйста Раскраснеется Подумаешь Перечная новость Мята Как белых сосен Дым Тех сосен Не хотел никто Сажать А он рассаживал У каждого двора Мы будем долго ждать Прихода хвойных дней И мягких Как хова Я стану Рассыпать Молву У каждого Крыльца Я встану В поперечине С печной Заслонкой На того Пусть вырубит Хоть овод Хоть словцо Украдкой Отминая сад Пока мест море У сада вашего У краба моего Усердия Отмечай На лапшу Эпиграф Моё имя Антон Ядов Раньше жив Теперь мёртв Впрочем Это скучно Как лево и право Как рифда и кавка Как любовь Иван Гава Контрапунктир Перечница Имеет Два дна А сахарница Не имеет Выходит Из них Плохие Товарищи Полевой Кувшин С горлом Зашифрованным Вы и шея Тогда на свет Проявится Всё Но как глупо На фронт Нести Такую тару Ведь то Не свитер Не сапог Не надо их Пожалуйста Военно-полевая Кринка Жинка Ставит Рукомойник Помазок Помнишь Раньше Вязали шеи Рушником Такое Ненадёжное Здание Упало Как на нитке С тех пор Не та архитектура А я и не умею Отличать Где вышивка Перед войной Где после Не одно Что тоже Как смех Заразный Держава дробь Сминает Помятку А племя Знамена Его же А я Межой Ничего Не ностальгирую Не произвожу Вмятин Убыла Урана Мало Но и не больше Числом Чем меня Отпустили Навес Они Меж тем Зарница Лапта Никогда Не сумеешь Их разделить На тыл Под ножку И всё Это тебе Городки Кегельбан Сухой Плавник Берег Самопал Подходит Внутро Грудного Клевера Растаев Тягивая Головни Все в плечи Но Наш Заплаченный Мешок Спрятан Крепче Корня Плота В чувстве Локтя Распушились Ртутные Шары Как По чёткой Роте В творог Распустившие На шарниры Локтевые Сгибы О честных Деревянных Щётов Соловянных Щепоток Соли С пальцев Сколько В сочин Целый Грамм Раз Два Три А больше Не ручались Сторожевые Наши Командиры Когда Плавник Чей суши Стал Принадлежа Кругом А высек Огнево Другой Молтир Их Причитал Столу Ухонемой Моркови Тёрки На берегу Сухой Плавник Сухой Плавник Басня Щитовода Стройматериалы По осени Считаем Щебёнка Случается В гробах Оставлена Забытой Она Не выбирается Лежит Спокойней Многих Остальных Предметов Божьи Кровки Жеребята Рябчики Гуляют В поле За вторым Забором Суповой Ряд Где Уборист Забракован Плечь Поведёт Вымоина Копоть Ряба Запечь Плюнув Потом В убой Букварь Закатится С глазами Речь Всё А что 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 Морза Не моргает Зарез Опоросит Кишлак На сносях Базар Шинки Сердцем Сердцем Сало Ледяной Дом Корки Продать Сторговались На споры В метро В метро Ненавидит Тошнит Ваши лица Я содрил И в них Холодные драники Ел Со сметаной Это цикл Двигается Есть место Архивный Цвет Чей Архивный По счёту Но Как хлеб И холка Их чужой Он Первенец В роду Вдруг Что-то В доме Подлокотник Рожок Снег Или Исламский Конфликт Из угла Губ Вынимая Чувство Брата Или Чувство Костра Что же Чище Из них Под коленом Ища Но Долго Истоком Срезали Я вижу Что прольётся Машинное масло Аберрация Моя На ваши Пыточные Механизмы Бестолковое Заикание Из органов Речи И слуха Ваших На мостовую Мозга Вашего И стопки Уста Бестолковое Повторение Золы Вражеских Сил Икра Жи И ссор А кто Спросит С вас В архиве Здесь От вида Имен Собственных Чисел Что Не Расскажет Нам Каждый Пятый Черпак Кости Все Зоркие Знают Икру Жижу И ссор Ранее Я В братской Яме Но Язык Росток Как будто Им Неведом Вы Жи Сюда Не Приходите С тем Я Доброго Дня Вам Желаю Только Нежные Оды Пою Соловьиному Камню Как В Карельском Лесу Я Связал Тебя И Застрелил Тот Упрямо Тебя Раскопает Кому Ты Сдалась Загодя Машкарой Из Подшивки Архива Ничего Не Стрясешь Над Моими Руками Только В Глазницах Ветрено Тепло Есть Там Красный Громо Отвод Один Провод В Гулкое Здание Проведи Время Сквозь Гулкое Здание Проведи Как В кино И Оставь В коридоре Белье Там Не Вспомнишь Зачем Уронил Я Однажды На доске Письмо Или В легком Укрылся Подполье Эти стихи Так напоминают Внутриутробные Стихи Нарциссы Не правда ли Как не в нашей Общей Действительности Где Я не знаю Ты всегда Отвечаешь Ты Нарцисс Сын Авеля Авель Долго Становился Женщиной Под сердцем Вам по очереди Носят воду Повсюду В комнатах Там Хаас Он Меры Разорения Не знает Наследники Яд Ядра ДНК Под Свидетельством О смерти Долг Век Вокруг Тебя Беспощаден Изгиб Хоровой Клетки Курорт Планктон С морем На просвет Тянет 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 Ускользая Сон Сон Ждет Полноводие Тропические Реки Хлынут И Подтопят Погост Все Поминальные Столы Облупившиеся Пасхальные Яйца Стай Инограды Тихих Проталин Прочь Прочь Как и то Плотой С лица От земли Растворив Подлить Бензобаки Ведро Масло В подземные Яды Может Перерыв Какой-то Надо Хорошо Хвоя Шпатлевка В чистом Сердце Вдоль Леса Круглый Лес Не пустит Картон Как и тот Не поселится Внутри Стебля Вата Внутри Сосин Желтая Станет Зримой Для Травы Тише Травы Я ел Пенопласт Как я мог Тише Ждал Вату Как сосет Подложью Под ее Каркасом Трава Полынь Ковыль Асока Резкости Тиш Сразят Вас Резкости Тиш Не оставит От ваты Камня На камне С вопросом Из каких Растений Сделан Словарь Растений Осуществленным На прочность 10 мая Я умру И что Будет цветной Картон Картонный Лес Мы его Резали Подрезали Долго Долго И тихо В нем ли ты Кладешь снег Под коленные Впадины А леденец Под небо И подгибаешь Колени Сворачиваясь Клубком Вот и Вот и Горит Вся Освежованная Жизнь Костер Море Костер На берегу Мы едим Кровяную Колбасу И легко Сердцу Ведь Зола Зола Еще Не Скоро Вата Еще Не Скоро Но Крупные Картофельные Лежат Золе И ты Как и Кто-то Смотришь Смеешься Захлеб Как только Запах Хвои Острее Смех Памяти Не остановится Все громче Мать хотела Утопить Меня В реке Но я Успела Зацепиться За корягу Время Плывя Сквозь Все Пока Хватало Неумелой Силы Мать Рассказала Дома Про Змею Будто Змеи Научили Меня Плавать Мать Смеялась Долго Надо мной Я молчала Долго Забывая Смех Осенью Течение Холоднее Быстрее Летом Змеи Греются На солнце Пеки До смерти Мы ходили Первым классом Жаворонков Печь И в небо Запускать Не выучив Люблю Люблю Грозу В начале Мая Запах Прибрежной Гальки Существует Когда Береговой Линии Не слышно Она Лежит Головой Камня И очень Тихо Т Держи Свои Воспоминания Живых Рангутангов Над головой И дальше И дальше Что лучше Для них Препарация Или Припарка Или Припарка Ингаляция Или Инфанти Лизм Туман И печь Печь Ты до сих пор Говоришь Будь откровенна С ними Я посмотрю Почему бы и нет Думаешь Им твои стихи Приглянулись Рангутангом Нет С чего бы это Действительность Не похожа На себя Голую А ты Это по-другому Представишь В детстве Я переворачивал Подушку Во сне Голова Была Слишком горячая А я И сейчас Переворачиваю Встань Передо мною Как лесть Перед дворцовой Овчаркой Прибирающая К рукам Кость Кость В горле Ты ешь У тебя во рту Ты принимаешь Мою жизнь За тарелку Пустого Бульона Ты спишь С ними За ночлег За покровские Ворота Американская Моя дочь Дочь В повторе За каждый Еще раз У нас Будет Новый дом Новая жизнь Новые Деньги Возможно Вместо Иди Погуляй Почему Я не вижу Здесь Во дворе Своих Законных Ветряных Слов Только Акульи Плавники В порту Только Жабры В чужом Амбаре Ну и Проза Здесь В конце Тетрадь В косую Клетку Вы Никогда Не узнаете О чем Думает Перемещенное Лицо Вечерами В Нью-Йорке Один Они Раскопали Могилу Лима Голдинга Другими словами Осквернили Могилу Только За то Что В его Знаменитом Романе Нет Ни Одной Девочки Когда На суде Их Спросили Какая Роль Была Отведена Девочкам И смогут И смогут Ли Они Ее Роль Продемонстрировать Они Все Молчали То Не нашлось У них Что Сказать В ответ Куда Девался Весь Дар Партизанство Надо Было Заранее Речь Приготовить Раз Уж Не Терпелось Сказала Я Засмеявшись С места В женской Комнате Подсудимые Отрезали Мне Язык Маникюрными Ножницами Так И Отпустили С тех Пор Ваши Амбиции Я Больше Не Защищаю Прокурор Читал Мои Показания На втором Слушании Все вы Ведьмы Проговорился Он В сердцах Почему-то Смотря на Меня В упор Я Не Ответила Два Господи Не Допусти Еще Одной Гражданской Войны Говорит Мать Ее Двоюродная Сестра Выносила Близнецов А она Сама Мальчика И девочку Двойню Во время Очередной Семейной Ссоры Мальчик Сестры Убил Ее Девочку Та была Отщепенка Щепка По его Мнению А он Сам Кто Она Боится Даже Представить Сейчас Уже На эти Причины Наплевать Тот И другой Временного Правительства Нет Никто Не решился На это На всех Бинтов Не хватит На воспаленные Мозги Вату Не приложишь Сын И племянник Пропали Без вести Может Они В одном Котле Может Не Перережут Друг Друг Они Жи Братья Конечно Жди Утопия Своя Отвечает Сестра Верь Мы С тобой Одно Крови Породы Предразнивая Уходит С усмешкой А пришла В гости Принеся Их Любимые Оладьи В форме Ромбов В детстве Они их ели Давно Теперь Вряд ли Вспомнят Это Все Что У сестер Осталось Кровосмесь Мука И соль В голове В разбитом Яйце Но Вы Продолжайте Свою Борьбу Говорите Мне Какую Незамысловатую Трагедию Я Вам Рассказываю Три Ты Отвечаешь Им на Вопросы Например Откуда Приехал Был ли Там С рождения Или Переезжал С родителями Сколько Здесь Уже Дней Легко Ли Отпустили И так Далее Весь Чистый Распахнутый Будто Только Из Бани Они Сразу Подсекают Без царя Окрестные Окрестные Жители Едва Могли Помочь Ему Четко Виде Различая Дорогу Перед Собой Окрестные Жители Едва Могли Помочь Ему Учитывая Все Обстоятельства Его Нынешнего Пребывания И Перемещения Из Родного Дома Спасибо Ну что Если у кого Ни Вопросы Не Пришли Хотелось бы Про книжку Спросить Вера Как У вас Брали Эти стихи Просто Из интернета В отборку Какую-то Мы заставляли Я заставила Сама Вообще Да Мы сами Заставили И редакторами Было Просто Взяли Нет Редакторами Никуда Не было А вот Я тоже Хотела Спросить Просто Когда Вы читали Среди Глазами За какими-то Текстами И Какие-то Фрагменты Пропускали Я Хотела Спросить Вот Эти Вот Которые Такие Длинные Тире Это Все-таки Часть Одного Стихотворения Когда Или Это Разные Как бы Микро Стихотворения В смысле То есть Я Разные В пределах Одного То есть Циклы А не Стихли Да Да Стихли А То есть Которые Божьи коровки Это Цикл Из Несколько Стихотворений Окей Но Это Поверстки Не очень Челент У тебя есть прозвище Есть чуть-чуть Немножко Да Немножко Как ты ее отвечаешь Прозвище Прозвище Так Окей Хорошо Может попозже Сказать историю Прозвище История Какие-то Есть Магические моменты Где Три Тройки Две Тройки Один Два Три Три А вот Где-то Вначале Были еще Какие-то Штуки Которые Я так Один раз Делала Здесь Угловые Скобки В каком-то Тексте С именем Внутри Которые Относишь Вот И Единственный Момент Там еще Были Такие Штуки Это Случайно Сейчас Ты именно Так Прочитала Или Так И Читается Я так Слух Специально Прочитала В голове Скобки Это Просто Имя Которые Но Это Имя Лары Из Доктора Жавага Я не Стала Читать Чтобы Не Спывать С С С Дед Предварительно Отдавался На какую-то Рецензию Или На Рецензию Да Просто Там Прекисловие Загона И Ну Это Писалось На Прекисловие На книжку Или На Что-то Другое Когда Я Стала Книгу И Попросила У Дениса То есть Я не попросила А Алексей Порвин Сказал Что Нужно Предисловие Обязательно Книги И Что Я Должна Найти Людей Которые Могли Бы Это Сделать Я Попросила У Дениса Потому Что Мне Казал Что Он В общем Сможет Это Сделать И Он Написал Это Предисловие Да Он Справится Самое Главное Для меня Здесь Был Выбор Фотографии Для Обложки За Которую Я Очень Долго Боролась Это Фотография Глеба Симон Симонова Фотографа И Поэта И Эта Обложка Для меня Одна Из Самых Важных Здесь То То С Кем Боролись Не Хотел Фотографии Даже Стали Были Разные С Автором Фотом Может быть Просто Фотография Почему-то Не Дизайнер Никак Не мог Ее Обработать И В итоге Я Нашла Своего Дизайнера У Которого Все Получилось Что Это Какие Решения Да Это Решение Просто Поли Что Не 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 Мне Кажется Что Здесь Я Не Чувствую Никакого Наверное, в первой книге было влияние, но здесь у меня. Может быть, и есть, конечно, влияние, но я не могу сказать. Сказала, что ты из текста 2008 года, значит, тут вообще большой распространен. Ну, вообще, я издал все тексты за четыре года, с 2014 по 2018, и только один из 2008 года. Ну, если нет вопросов, наверное, еще бы. Вот, Настя пришла. Привет. У тебя есть вопросы? Настя, у тебя есть вопросы? Да. Много вопросов, пожалуйста. Какое-то количество. Какое-то количество. Засыпали автору вопрос. Засыпали вопросы. Ну, да, да, спасибо, Вера, большое. Я просто про влияние, почему, на вопрос, не вопрос об ученичестве, это вопрос немножко о другом, очень закрытая поэтика, и она закрыта чрезвычайно, то есть даже вот этот тонкий пример с Ларой, которая не была прочитана, просто вот этот вопрос о влияниях связан именно с контекстом. Ну, а я не понимаю, какие влияния, влияние литературы или современной поэзии, или чего? Ну, литературу, современную поэзию, разумеется. Или чего? Или чего? Или чего тоже подходит. Ну, не знаю, наверное, там есть влияние Грома Своеглазовой, а Багрова. Нет. Я просто вот в одном тексте обнаружила, ну, какие-то очень точные сходства принципов подачи смысла биотического. Ну, я тогда очень близко общалась с Багровом, конечно, но я не считаю. Он узнала? Я не знаю, просто. Одна группа паутет, третий какой-то текста. Потом вернулся в конт, а любой жив. Вернулся, да? Да. В смысле? Ну, там всё сложно было. Стихотворение Сада просто. На самом деле, там и разрядка текста, и вот какое-то такое очень непосредовательное... А в этом стихотворении есть влияние Грома Своеглазовой. Ну, оно просто такое... Структурное влияние. ...посвещение этого человека конкретно. Угу. Ну, мне казалось, что это... Видимо, мне казалось, когда я его писала, что это как-то просто... Ну, такое волокрение пространства, чтобы слово власть был таким. То есть, практически такая фонетическая орфография, как там, не знаю, в финском языке, где твои две глаза. Да, наверное. Там ещё где-то штука, вот это, ну, попытка интонацию закинуть. Друзья, пытаем, продолжаем пытать Веру. Спасибо большое, Вера. Спасибо. 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 Спасибо.